Настроения быков и медведей на Wall Street в пятницу были неоднозначными. Так, в ходе волатильной сессии индекса Dow Jones удалось подняться до рекордного максимума. Dow Jones повысился на 0,1% до уровня 17 280,06 пункта. Это уже 18-й рекордный уровень закрытия с начала текущего года. Индекс S&P закрылся практически без изменений на уровне 2010,41 пункта в пятницу, за неделю прибавив 1,3%. В то же время индекс Nasdaq упал на 0,3% до отметки 4579,79 пункта. Богатое на события прошлой неделе завершилось благоприятным исходом двух судьбоносных событий. Во-первых, Федеральная резервная система США урезала программу покупки долговых обязательств еще на 10 миллиардов долларов и снова повторила, что ставки задержатся на низких уровнях. Кроме того, итоги шотландского референдума показали, что страна решила остаться в составе Соединенного Королевства. Европейские фондовые индексы росли благодаря новостям из Шотландии. Так, итоги референдума позволили британскому Фудси обновить исторический максимум. Но возможное снижение кредитного рейтинга Франции прервало ралли французского КАК-40 и испанского Айбекс. Котировки Alibaba Group по итогам своей первой торговой сессии на американском рынке взлетели на 36%, с 68% до предельного значения ожидаемого диапазона 92,92 доллара за акцию. Рыночная капитализация компании составила 228 миллиардов долларов, что сделало Alibaba одной из крупнейших корпораций на американской бирже, превзошедшей по данному показателю даже Амазон. Alibaba является огромным интернет-рынком, где предлагают свою продукцию 8,5 миллионов продавцов и осуществляют покупки более 279 миллионов покупателей. Главными потенциальными конкурентами на американском рынке для Alibaba являются Amazon.com и eBay. Кроме того, бумаги компании Oracle, занимающиеся разработкой корпоративных баз данных, подешевели на 3,8%. На новостях о том, что один из основателей корпорации, являющийся председателем Совета директоров легендарной Ларри Элисон, в скором будущем собирается оставить свой пост. На его место придутся Афрах Кац и Марк Хёрд, которые разделят должностные обязанности между собой. Такая рокировка наряду с удручающими квартальными результатами IT-гиганта вызвала волну распродаж акций компании, стоимость которых упала до 39,80 долларов за штуку. Это был недельный обзор на Инстафорекс ТВ. Всего вам доброго, будьте в курсе!